Возникало ли у вас хоть раз при просмотре фильмов ощущение, что во внешности компьютерных персонажей есть нечто слишком неестественное? В 1978 году японский ученый Масахиро Мори исследовал эмоциональную реакцию людей на внешний вид роботов. Поначалу результаты были предсказуемы. Чем больше робот похож на человека, тем симпатичнее он кажется. Но лишь до определенного момента. Самые похожие на людей роботы неожиданно оказались неприятны и пугающи из-за мелких несоответствий. Например, в мимике, движениях или взгляде. У опрошенных они вызывали резкое чувство беспокойства, дискомфорта и даже страха. Этот неожиданный спад на графике симпатий был назван «зловещей долиной». И именно этот эффект порой является причиной появления подсознательного, непреднамеренно возникшего чувства дискомфорта у зрителя, когда использование компьютерной графики довольно реалистично, но недостаточно правдоподобно, чтобы выглядеть на самом деле реально, что вызывает подчас даже чувство отвращения. Самые очевидные примеры этого явления – «Полярный экспресс» и «Звездные войны. Изгой-1». В последней были добавлены CGI-версии персонажей Уиллхоффа Таркина и принцессы Леи. Компьютерные персонажи воссозданы искусно, но они не достигают того уровня достоверности, чтобы публика приняла их положительно. Сравните это с теми же Na'Vi в Аватаре, которые, несмотря на сходство с гуманоидными кошками, с точки зрения дизайна и визуала до сих пор выглядят невероятно реалистичными, и неумелое использование компьютерной графики порой портит всю магию кино. Но в очень редких случаях создатели фильма могут использовать эффект зловещей долины в своих интересах, чтобы дополнительно подчеркнуть оторванность персонажа от реальности. Именно этот прием был использован в случае с «Бегущим по лезвию» 2049, который, уделяя большое внимание персонажу Рэйчел, держит ее за кадром большую часть фильма. Но вот когда в третьем акте нам показывают ее клона-репликанта, зрители оказываются ошеломлены тем, насколько близким является сходство с Шон Янг, достигнутое с помощью современной компьютерной графики, и тем, насколько странно она выглядит. Особенно ясно это заметно на контрасте с достаточно естественной и натуральной лав, которую мы видим в фильме часто. В мимике Рэйчел есть некая пустота, которая выдает зрителю, что это вовсе не та девушка, которую мы видели в оригинальном фильме, что также замечает и Декарт. Осознание того, что мы смотрим на похожее на человека существо, вызывает у зрителя определенный страх. Учитывая, что исследования показывают, что зловещая долина еще и бессознательно напоминает людям о собственной смертности, то умышленное и, что важно, успешное использование такого приема действительно идеальный способ передать настроение кадра. Способ блестящий и довольно пугающий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова